Александр Иванович Куприн. Две знаменитости. 1934 год. Москва. Сочельник. 12 градусов мороза. Ночь. Весь густосиний небосклон усыпан яркими, шевелящимися, дрожащими огромными звездами. В старинной церкви у Спаса-на-Бару идет предрождественское всеночное бдение. Церковь эта, расположенная рядом с кремлевскими святынями, конечно, по своей величине и емкости уступает гигантским московским соборам, но все-таки среди всех сорока сороков стоит на почетном месте. Что же касается исторической седой древности, то в этом отношении Спас-на-Бару отличается дородностью, важностью и широкой щедростью в церковных даяниях. Это все народ с солидным положением и весом в первопрестольной столице, люди света, разума и влияния. Изревле именитые оптовые купцы-миллионеры с Балчуга, рядов, зарядья и замоскворечья, отцы городской думы, биржевики-сельинки, крупнейшие нотариусы, популярнейшие адвокаты, владельцы картинных галерей и заводов. Вот почему обряд благослужения совершается у Спас-на-Бару с величайшим благолепием и суровой роскошью. Протопресвитер храма, отец Евгений Илюстровский, славится по всей Москве истинно златоустовским красноречием, с которым он говорит проповеди. Второй юрей, доктор богословия, славится необыкновенным умением так строго и так глубоко простировать грешные души прихожан на исповеди, как знаменитый парильщик Илья из Сандуновских бань вымыливает и выпаривает бренные и пространные купеческие телеса. А у третьего, младшего священника, редкостный и вдохновенный дар. С трогательной прочувственностью, сердечным умилением читает он великим постом в Андреевском стоянии прекрасный канон преподобного Андрея, пастыря Критского, отца Преоблаженного, заставляя прихожан и прихожанок проливать теплые сладостные слезы. Настоящая гордость храма у Спаса-Набару его протодиакон, отец Красноярский, переманенный с большим трудом в Москву из Сибири. Надо сказать, что с незапамятных времен Москва славилась, гордилась и хвалилась своими могучими протодиаконами. Из поколения в поколение передавались с почетом громкие имена этих легендарных служителей церкви – Шаховцев, Россов, Бородаев, Львов, Громов, Самсонов, Пересветов, Буслаев и другие. Ходили о них в Москве сказочные геронические предания, как об элинных богатырях. Про одного из них до сих пор говорят, что он без тяжелых облачений весил эдак одиннадцать с половиной пудов. Другой на масляной неделе в гостях у именитого купца умудрился без всякого напряжения со здоровым аппетитом «Скушать восемьдесят блинов с всяческими приправами, полив их четвертной бутылью Смирновской водки номер тридцать первый». Третий, произнося многолетие, тушил в силу из своей огромного голоса канделябры Успенского собора, а от сверхчеловеческих возгласов четвертого все стекла лопались в просторном банкетном зале. Всего грандиознее были сказания об отце протодиаконе Громове I, отличавшемся физической силой размеров прямо библических. Один из этих гиперборейских рассказов таков. В один из дней Рождества Христова поздно вечером возвращался Громов к себе домой из богатого хлебосольного семейства, жившего в Замоскворечии. Был протодиакон порядочно с мухой, а дорога его лежала через каменный мост мимо прорубей. Шел он веселыми шагами, распахнув широко свою бобровую шубу, подарок признательной паствы и мурлыкал тихой октавой рождественский Ирмос. Христос рождается, славите, пойте, Господи, ви вся земля. А в эту пору какие-то два жулика или так себе два лаборданца, приютившихся под мостом, увидели, что идет в роскошной шубе пьяный человек, и перемигнулись. Давай-ка этого почтенного купца освободим от лишней ноши и удерем. Сказано, сделано. Заградили с двух сторон дорогу. Стой, ваше степенство, скидывай шубу. А Громов спокойно свысока окинул их суровым взором и, густо откашлившись, сказал. О шубе потом. А теперь подвергну я вас, гнусных мерзавцев, святому крещению. И с этими словами, схвативший воришек каждого за шиворот, понес их к проруби. И, дойдя до нее, так стукнул их лбом о лоб, что они говорить и дышать перестали. И тут православный московский протодьякон трижды возопил глазом великим крещенский канон. «В Айордане крещающиеся тебе, Господи!» И трижды же старательно обмакнул бездельника в студенную воду от головы до пяток. На страшный рев отца дьякона и на отчаянный виск купаемых воришек выбежал из своей будки дежурный будочник и уже хотел тащить негодяев в буцегарню, но Громов добродушно заступился. «Оставь их, храбрый будочник! Они моего крещения во веки веков не забудут!» Храм у Спаса на Бору был далеко не маленький, но служить в нем таким громоверцам и потрясателям стен, как, например, Шаховцев или Россов, было бы совсем невозможно. Недостаток резонанса стеснял, глушил и обезличивал бы их голоса, подобные трубам ерехонским. Не то протодьякон красноярский. Он как будто бы был рожден специально для этого старинного храма или церковь, выстроена нарочно для красноярского, в ожидании, когда приедет он издалекой и богатой чудесными голосами Сибири. Красноярский очень велик ростом, но стройное телосложение и пропорциональность всех членов не позволяют назвать его грубым великаном, которым впору пугать капризных ребят. Он силен и красив, взоры его больших глаз светлые, приветливые, ласковые. Все его движения в церкви во время служения полны торжественного величия и вдохновенной безыскусной красоты. Сопровождает ли он с большим светильником в руке протеерея, совершающего обход храм с вождением, подает ли священнослужителю вместе с любованием его десницы благочинно курящаяся кадила, перепоясывается ли тяжелым золотым орарем, все у него дышит ритмичностью, благолепием и непоколебимой христианской верой. Но что особенно восхищает и умиляет молящихся, что служит неувидаемым поводом к восторгу и гордости именитейших прихожан, это прекрасный голос протодиакона Красноярского с его прелестным тембром и с его полнотою и гибкостью, с его верной музыкальностью. Голос этот не баса Профунда, а баса Нобеля. Голосом своим Красноярский мог бы свободно наполнить и переполнить любой из больших московских соборов, но он сам нередко говаривал. Кричащий бас всегда жалок и некрасив, он теряет свое мощное достоинство. Голос Красноярского замечательный еще тем, что от верхних нот до глубокой и низкой октавы в нем никогда не слышится ни сипения, ни рычания, ни хрипения. Он всегда плывет свободно и красиво, подобно звуку драгоценного инструмента страдивариуса. Достоинство весьма редкое для басов, а для протодиаконовских, вероятно, единое на всю Россию. Эки голос-то у нашего отца про датьякона, говорит почтеннейший прихожанин, знаменитый адвокат Плевака. Подлинно птица сирен. Мед липовый восхищается миллионер оловянишников, а коншин прибавляет. Шелковый бархат, шелковый, шимаханский. Москва всегда ревниво относится к своим любимцам и, главным образом, хочет непременно видеть их впереди петербургских знаменитостей по всем профессиям. Так, между прочим, докатилось до Москвы, а также и до ревностных прихожан у Спаса-Набару известие о том, что проживает где в холодной северной столице знаменитый своим голосом и повадкой молодой дьякон Малинин, отпрыск старой славной семьи протодиаконов Малининых. А служил где этот Малинин племянник Исаакиевского протодиакона в храме при Волковом кладбище? Так вот, говорили сведущие люди, что как богатством голоса, так и выживатостью манер в служении оба дьякона, петербургский и московский, Малинин и красноярский, друг на друга чрезвычайно похожи, и оба являют новую эру в великом протодиаконовском священном искусстве. От этих-то слов всколыхнулась, взбаламутилась, закипела комдовая, чистокровная, чистолюбивая Москва. Загорелась старая тяжба между столицами. Как возможно, чтобы точка в точку были похожи друг на друга два дьякона? Что они, близнецы, что ли? Бог и деревьев в лесу не уравнял, а тут люди ведь! Да и как это может случиться, чтобы наш исконно русский, да еще к тому же сибирский протодиакон не утер бы носа питерскому золотушному дьяконишке? Здесь у нас, в Москве, все вшире, вглубь идет, и климат воздуха у нас целебнее, и пища куда питательнее, и народ куда тараватее и щедрее. А Петербург на болоте немцами построен, и едят они питерцы поганые пустрицы. Да вы сами взвесьте по справедливости, как мы во всем-то Петербург без места оставляем. Возьмем, к примеру, хоть театр. Сперва наш малый загонял в щель ихнюю Александринку, а теперь наш художественный весь мир покрыл своими рекордами. Или еще о рысаках, скажем, где лучшие конюшни, где резвейшие лошади, где всероссийское дерби, где искусные наездники. А тройки и лихачи на дутиках, а ивановская колокольня, а сорок сороков, а тестовские растягай. Нет, вы уж с Питером, пожалуйста, помолчите, папаша, о церковном благолепии и не заикайтесь. Чуть да весь, да чухна ваш Петербург. Особенно же были ущемлены за живот степенные прихожане у Спаса на Бару. И вот в ту морозную ночь, с которой началось наше правдивое повествование, после всеночной решили наиболее видные и наиболее ревностные прихожане собраться во второй день Рождества Христова у именитого купца Носова в его роскошном доме для разрешения некоторых церковных вопросов, а также разговора о двух протодиаконах – Московском и Петербургском. Как решили, так и сделали. Особенно много внимания и забота было отдано знаменитым диаконам, а потом единогласно постановили. Во избежение смуты и кривотолков среди паствы, а также и в собственном интересе, устроить свидание обоих в Петербурге или в Москве и наилучшим знатокам церковного служения решить по совести и разумению, каков из диаконов превосходнее. Потом это дело расширилось не на шутку. Докатился слух о соревновании протодиаконов до Петербурга и наделал тревогу. В Питере немало своих святых мест. Собор Исаакия Долматовского, Казанский собор, собор равноапостольного князя Владимира, собор Александра Невской Лавры, Петропавловский собор, царские церкви, гвардейские церкви и еще церквей десятков, три-четыре, не считая класбищенских. И в каждом храме свои постоянные прихожане, свои родители, усердные старатели и критеры, священники, сборщики, опекуны, дарившие богатые лепты на украшение храма. Все шире, богаче и радостнее дарила на церкви купечества ярославцы, москвичи, тулики, рязанские, костромские, архангельские, те самые, которые приходили в город с опливыми мальчуганами, с разодранными парточками, окончали жизнь десятки миллионов. Они-то, конечно, хорошо знали Малинина, дьякона с Волкова кладбища и его дьяконовские достоинства, и стояли за него. Азарт в споре дошел до того, что стали купцы уже биться об заклады, давая деньги на руки. Однако дошел слух об этом азарте душей тогдашнего московского митрополита. Владыка же был пастырем, весьма строгим и учителем суровым. Пригласил он, учтивно своем митрополитче подворье, отборную головку из всех доброхотовых родителей о храме Спаса на Бару, угостил их сперва чаем, дянь-зянь, с липовым медом, а потом, как начал их кочетить. Это, мол, что вы затеваете, иегеминоны, во что церковь Божью превращаете? В беговой тотализатор? Церковую борьбу? В петушинный бой? А помнитесь, старые бездельники! Кочетил-качетил их, совсем раскочетил. Когда же они поняли свою неловкую ошибку и покаялись, то смягчился владыга, угостил их прелестной наливкой из венгерских слив и отпустил с миром, сказав на прощание. «Послушать дьяконов послушайте, но им ничего не говорите, на борьбу за первенство не соблазняйте», сказано ибо мудрое слово. «Лесть богатства и слава мира поглощает слова». Так и не состоялось публичное состязание между двумя знаменитыми протодиаконами. 1934 год Субтитры создавал DimaTorzok